Всем привет, друзья! Рад вас снова видеть! Сегодня, наконец-то, хочу вам показать тесты своей аквариумной воды, рассказать немного о проблемах с водой и, собственно, из этого всего. Хочу, чтобы вы понимали, почему у меня нет аквариумов травников, то есть растениями. Приступим к анализу и тесту воды и посмотрим, что у меня делается в водопроводе и в аквариумной воде. Друзья мои, торговая марка Зулики, интернет-магазин Аквапрофи подготовили для всех зрителей из Украины сюрпризы и подарки, поэтому досмотрите это видео до конца и у вас будет возможность получить вот такие вот тесты в подарок. Друзья, у меня случилась такая ситуация, что я заметил, значит, недели две назад, что рыбка начала почесываться и плохо себя вести, то есть слегка поменялся окрас и даже у некоторых цихол слегка помутнела роговица глаза. Отреагировал я на все это незамедлительно, потому что причина всему этому это первое смена PH кислотности воды, а второе это аммиак, который попадает в аквариумную воду из-под крана. Собственно, я хочу в этом видео показать вам, какие параметры аммиака у меня в данный момент. Вода в аквариуме 7,6, такая же кислотность в водопроводе. ТДС в аквариуме 1028. ТДС в кране почти 1300, 1297. Температура воды из-под крана 21,8 градуса. Температура воды из аквариума 25,8 градуса. Первым делом, друзья, хочу вам показать тесты воды на аммиак. Значит, у меня сейчас проблема. Проблема связана с избытком аммиака в водопроводной воде. И сейчас я хочу протестировать воду из аквариума и воду из-под крана. Для этого набираем в пробирку водички обычной. Пополаскиваем бутылочки. Одна вода из аквариума, вторая вода из водопровода. И сейчас будем вносить реагенты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 набираем по 5 миллиграмм воды водички значит смотрите каждый раз когда делается тест и нужно обязательно ополаскивать и шприц и всей емкости водой той водой которую вы будете тестировать для того чтобы тесты были более точными значит в этой пробирки мы сейчас будем мерить нитрит в этой нитраты насыпаем одну ложечку без горки порошка под номером 2 ингредиента значит без горки на ложечку насыпаем все это дело и высыпаем реагент пробирку закрываем крышкой и тщательно перемешиваем перемешиваем до тех пор пока не будет осадка то есть порошок должен полностью раствориться в воде вот таким вот образом все растворилось и теперь добавляем реагент номер три и пока сверим показатели вот у меня есть вот такая вот штука сюда я налил водички в обычной вот аквариумной воды для того чтобы сравнить цвет и вот таким вот образом смотря сверху мы берем чистую воду чистую воду ставим на цветной кружочек и проезжаем вот так вот и сравниваем цвет ну друзья что хочу сказать я вам сейчас покажу то есть нитрата в аквариуме нет вы сами видите что водичка слегка желтоватая надеюсь вам всем видно когда я делал замеры воды до внесения целлита нитрата в аквариуме было где-то 0 0 5 миллиграмма на литр следственно это говорит о том что биология не справлялась и были продукты преобразования аммиака в нитрит нитрат нитрит это промежуточная стадия преобразования аммиака в нитрат и соответственно его тоже в аквариуме быть не должно и в данный момент у меня в аквариуме его нет но это внесение целлита нитрит в аквариуме был было значение 0 0 5 миллиграмм на литр то есть все таки я могу смело предположить что целлит работает и работает в положительную сторону потому что ну скажем так если работает аквариум то процессе жизнедеятельности рыб выделяется в воду где-то там среднем за сутки 0 5 миллиграмма на литр ну в зависимости конечно от кормления и количество рыбы но вырабатывается где-то 0 5 миллиграмма на литр аммиака который успешно перерабатывается системой фильтрации в нитрат в моем случае изначально уже из водопровода в систему поступает почти 2 миллиграмма на литр аммиака и ну ни одна система просто вам физически не справится вот с таким его количеством это нужно на целую комнату сооружать в систему фильтрации что само по себе конечно абсурд если вы правильно если вы понимаете ну и собственно замеры нитрата вот у меня есть шкала и это приблизительно где-то ну пускай будет 20 миллиграмм на литр вот друзья мои вот такое количество нитрата у меня в воде это вполне допустимое даже 50 это вполне допустимое количество и нитрат в аквариумной воде он должен быть нос если у вас хорошая качественная протока из нее не идет никакая дрянь то нитраты должен колебаться в районе от 5 до 10 миллиграмм на литр у меня же с моим количеством аммиака в водопроводе и плюс конечно же опять же много рыбы в аквариумах соответственно доза нитрата чуть выше но она для рыб далеко не смертельно в отличие от того аммиака который мы тестировали с вами в начале друзья но и если уже мы ведем речь о тестах воды давайте сделаем развернутый тест помимо аммиачных соединений я хочу вам показать какие параметры у меня воды по жесткости и по уровню ph вначале мы мерили тдх метром и уровень ph у нас был 76 так показал паш метр вот этот вот прибор значит перед тем как приступить к тестам еще раз вам покажу показатели которые показывают электронный прибор вот значит в аквариумной воде я надеюсь всем вам будет видно показатели ph метра 7 и 6 фактически такой большой уровень аммиака в водопроводе связан из ph таким высоким ph в частности потому что чем выше ph в воде тем больше мне аммиака и чем вода теплее тем соответственно аммиака опять же больше ну и еще раз сделаем замеры тдс метром для того чтобы понимать что у нас происходит в аквариумной воде по проводимости то есть сейчас тдс метр у нас показывает тысячу 1162 ппм это у нас друзья моя аквариумная вода и если вы помните в кране у меня почти 1300 тдс то есть вот честно говоря для себя я не понимаю что понижает проводимость воды если есть специалисты которые в этом разбираются пожалуйста напишите в комментариях почему такая разница по тдс в аквариуме и соответственно в водопроводной воде что ж любом случае 1000 тдс это много и вот со всеми аквариумистами которыми общаюсь у них водопроводе где-то около 300 400 тдс у меня же больше 1000 и это печально друзья сейчас друзья с помощью вот этих тестов мы проведем анализ воды чтобы понимать что у нас творится более развернутом виде то есть какая у нас карбонатная жесткость воды какая у нас общая жесткость воды и соответственно проверим правильно ли показывает наш электронный ph метр значит что мы будем делать давайте начнем с общей жесткости воды вот есть у меня таблица значит соответственно мы добавляем раствор по капле в нашу пробирку сливонько перемешиваем и капаем до тех пор пока водичка не поменяется с красного оттенка на зеленый собственно это и будет говорить о том что вот сколько капель попала раствора в нашу пробирку столько получается у нас жесткость нам нужно добиться зеленого цвета поехали вот я думаю вам всем видно что водичка стала слегка розоватой 2 градуса 3 градуса 4 градуса 5 градусов и вот вы видите водичка темнеет и давайте еще одну капельку 6 градусов вот водичка поменяла цвет на зеленый соответственно у нас общая жесткость воды в кране 6 градусов это относительно общей жесткости воды отставляем эту пробирочку в сторону и приступим к карбонатной жесткости здесь водичка должна перейти с голубого оттенка в желтый и опять же каждая капля раствора соответствует одному градусу жесткости вот вы видите сейчас водичка стала слегка голубоватой 2 3 4 5 вот я добавил 5 капель и как видите водичка стала прям аж синий ну как бы темно-голубой такой 6 7 8 9 10 вот видите 10 капелек я добавил а водичка все еще уже даже не голубая уже темно-синие 11 12 13 14 15 вот платежка вообще стала очень синий прям уже синие 16 15 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 и вот вы видите водичка прямо на глазах начинает зеленеть 15 21 и вуаля наш прибор стал желтого цвета 21 капля желтый цвет это означает что карбонатная жесткость воды у меня водопроводе 21 градус и теперь давайте проверим ph воды здесь все просто берем таблицу значит чем хороши тесты вот компании зулок значит здесь есть два теста ph один точный с диапазоном от 6 до 8 а второй идет общий от четырех до девяти с половиной градусов жесткости но в данный момент я буду использовать общий тест воды по четырех с половиной до девяти градусов жестко поем три капельки раствора в пробирку легонько встряхиваем сопоставляем со шкалой в нашем случае тест показывает около около семи с половиной то есть то что показал нам электронный ph метр в принципе подтвердила полностью капельные тесты воды вот еще раз покажу вам но я думаю здесь просто темнит немного вот в общем цвет вот такой вот вот у нас получается вот такой вот цвет вот семь с половиной и так друзья в общем вы увидели все параметры воды и думаю многие из тех кто более-менее разбирается в тех параметрах которые должны быть в аквариуме уже понимают какая у меня сложилась проблема с водопроводом и проблема вообще с рыбками с этой проблемой ну в частности сами о ком я борюсь посредством циолита и дело в том что я при моем количестве при моем населении рыбы я физически не могу отключить протоку потому что когда я отключаю протоку аммиак из воды исчезает но начинает зашкаливать нитрат и соответственно это тоже пагубно влияет на рыбу ну а собственно протоку я сбалансировал таким образом чтобы более-менее фильтрация справлялась с тем объемом аммиака который идет из водопровода и чтобы рыбы хотя бы более менее себя хорошо чувствовали о том что происходит у меня с водопроводной водой я предупреждал еще в прошлом году есть отдельное видео на канале на него я положу ссылочку в описании под этим видео но в этом году я опять же стал на те же грабли дело в том что мне пришлось систему очистки водопроводной воды отсюда перенести на работу подключить к аквариуму со скатами потому что там тоже вода не фонтан и получается что туда убрал систему очистки а здесь у меня получился вот такой вот эксцесс но целует все таки делает свое дело и я в принципе его работой доволен потому что до того момента когда я заложил целлит в аквариумы уровень аммиака был на порядок выше плюсы присутствовали еще и нитриты в воде сейчас же нитритов как вы видите нет вообще и аммиак ну такое там где-то 0,3 максимум 0,4 миллиграмма на литр принципе это не столь критично ну то есть его как бы вообще не должно быть в воде но это не настолько критично для большинства рыб но вот дискуссы и в частности цихла моем случае все таки такой уровень аммиака переносит очень плохо а теперь друзья немного лирики в общем то почему у меня нет аквариумов с растениями я думаю уже понятно по результатам тех тестов которые мы с вами провели растения в воде с такой карбонатной жесткостью просто физически не выживают они просто растворяются и и этого не избежать единственный вариант это использовать астматическую воду то есть воду после фильтра обратного осмоса и потом ее уже реминерализировать и подгонять под нужные параметры некоторые аквариумисты в мир городе используют дождевую воду но лично я против такого метода потому что дождевая вода не имеет не несет стабильных параметров и в зависимости от времени года и того сколько ну там пыли вот этих всяких вот вещей в атмосфере от этого всего влияет и состав той воды которую люди собирают и заливают себе в аквариум если у вас в водопроводе вот такая же вот дрянь с водой как у меня единственный адекватный способ это реминерализация астматической воды собственно теперь давайте поговорим об аммиаке как я уже неоднократно говорил аммиака аммония и нитрита в аквариумной воде быть не должно как видите мне удалось убрать нитрит из воды ну точнее как бы не мне а той системе фильтрации которая у меня находится но то количество аммиака которое попадает из водопровода в аквариум моя система фильтрации физически переработать не может и ни один внешник не справится с этой задачей даже если их будет 5 все равно 2 миллиграмма на литр аммиака плюс еще продукты жизнедеятельности рыб не переработает вам всего этого друзья как с этим бороться бороться можно с помощью целлита если у вас небольшое население и обычный домашний аквариум видовой то в принципе заложив целлит себе фильтра вы частично можете избежать вот вот таких вот проблем с водой избежать этого можно и с помощью ионообменных смол и в будущем когда я уже построю разводню я думаю я об ионо-медных смолах и более детально я вам расскажу как сделать и систему фильтрации на их основе но это все будет в будущем следите за состояниями параметрам и воды в водопроводе потому что как правило весной осенью тоже но как бы не совсем так а вот именно весной идет обильное орошение почвы за счет таяния снега дождей и тому подобных вещей и соответственно вся эта дрянь которая накапливается за зиму вся уходит в водопровод и напоследок относительно тех тестов компании зулык вот еще раз вам их друзья покажу вот такой вот чемоданчик мне подарил магазин аква профи ребята я вам очень благодарен за вот такой вот подарок так вот относительно этих тестов впервые когда я сделал тест на аммиак тестами зулык я не поверил своим глазам я судорожно побежал магазин приобрел тесты джи биэль приобрел тесты птеровские и стал все это проверять перепроверять и честно говоря я был в шоке того что я увидел потому что все три теста показали одни и те же показатели чем хорош зулык ну если сравнивать с джи биэльевскими тестами то фактически разница только в цене если сопоставлять с птеровскими тестами то цена одна и та же единственное что вот например вот например в зулык мне понравилось очень то что здесь пробирки стеклянные а не пластиковые как у птеровских тестов и соответственно они со временем не окрашивается цвет и определить цвет можно намного лучше здесь вот есть еще вот такая вот подставочка она очень хороша для того чтобы сравнивать цвет воды по шкале сама шкала в этих тестах вот вы видите сами она четко различима по цветам и различить количество того же аммиачного соединения будь то нитрит нитрат или аммоний очень легко вот вы видите сами что цвета между собой хорошо различаются я не хочу говорить плохо о других тестах о других производителях но дело в том что лично вот это мне очень понравилось потому что ошибиться достаточно сложно вот что еще понравилось наверное больше всего понравилось то что здесь очень удобный дозатор и ну вот отличие от других опять же производителей не бывает такого что вылетает сразу струя или по две-три капли реагента это очень удобно и очень круто торговая марка зулик очень хорошо это все продумала и эти тесты не очень понравились проверял я это все как вы видели пэш метром проверял сопоставлял я показания с тестами торговые марки джи биэль и с торговыми марками терра так что в точности показателей я уверен на сто процентов и да друзья когда будете покупать себе тесты обязательно обращайте внимание на дату изготовления даже если производитель пишет что термин там 2-3 года то лучше всего покупать тесты у которых уже со дня производства не прошло больше полугода потому что сто процентов хорошо тесты показывают до года дальше они уже начинают глючить это я могу смело утверждать опираясь на свой личный опыт ну что ж друзья спасибо всем что посмотрели это видео если останутся вопросы обязательно задавайте их в комментариях я с радостью почитаю ваши мнения относительно всего этого возможно мне кто-то что-то подскажет относительно моей ситуации с амиаком в аквариуме ну потому что это реальная беда и возможно вас что-то будет интересовать по этих тестах либо каких-то других тестах задавайте вопросы не стесняйтесь если только у меня появится свободная минута я с радостью отвечу на все ваши вопросы друзья мои если вы помните в начале ролика я говорил о том что торговая марка Зулик и интернет-магазин Аквапрофили подготовили для всех вас подарки все что вам необходимо сделать это проживать на территории Украины для того чтобы иметь возможность получить подарок поставить лайк под видео написать комментарий под этим видео и сделать репост в любой социальной сети в конце марта я разыграю друзья мои 5 5 тестов на амиак так что не пропустите возможность получить вот такие прекрасные тесты в подарок от интернет-магазина aquaprofi.com.ua ну что ж спасибо всем что посмотрели это видео надеюсь оно вам было полезным и надеюсь что вы найдете по максимуму ответы на свои вопросы если же нет задавайте их в комментарии и не забывайте посетить магазин на aquaprofi.com.ua для того чтобы приобрести себе вот такие же тесты всем добра удачи и здоровья вам и вашим питомцам всем пока удачи